Доброе утро! Наш эфир продолжается, вы смотрите утреннюю программу «Включайся». Но согласитесь, в доме каждого из нас наверняка есть большое количество средств бытовой химии. Некоторые из них мы используем каждый день. Например, жидкость для мытья посуды, другие нам могут понадобиться лишь изредка. Однако вся эта продукция требует грамотного хранения, и важно еще помнить о том, что большинство бытовых средств являются довольно опасными для организма. Они способны выделять агрессивные вещества даже во время хранения, особенно если его условия не соблюдаются. Именно поэтому особенно важно организовать хранение правильно, тем более если в доме есть маленькие дети или домашние питомцы. И вот как же это делать, узнаем прямо сейчас у нашего эксперта, организатора пространства Варвары Козловой. Доброе утро! Доброе утро! Варвара, здравствуйте! Сколько вообще бытовой химии нужно человеку? У кого-то стоит одна баночка всю жизнь, а у кого-то целые ящики? Ну, скажу так, чем меньше, наверное, тем лучше. В основном вижу слишком много бытовой химии, и не с точки зрения, что есть какое-то общее число химии для всех, а скорее, что места меньше, чем вы покупаете бытовую химию. И поэтому мы всегда исходим из того места, где мы планируем это хранить. Или исходя из того места, которое у нас есть в квартире, у всех разные квартиры, определяем это место и уже подгоняем количество бытовой химии под это количество. То есть если у вас не позволяет место закупаться большим количеством, то не делайте запасов, не закупайте впрок, не покупайте 35 видов гелей для стирки, да, то есть ограничивайтесь. Будьте рациональными. То есть что важнее, порядок дома или, не знаю, пяток средств, стоящих на полу, которые вам мешаются во время уборки. Где хранить лучше эти средства? Где организовать эту зону? Ну, мы исходим из нескольких моментов. Первое, если есть дети или животные, как вы правильно заметили, то, конечно, нужно искать место повыше вне доступа ребенка. Если же вдруг так получается, что места выше роста ребенка нет, то просто приобретаем блокираторы на дверцы, потому что дети разные. Сейчас он не проявляет интерес к бытовой химии, завтра он не проявит, и последствия будут критическими. Это первый момент. Второй момент, мы покупаем специальные органайзеры. Сейчас есть прекрасные в любом гипермаркете для дома. Они узкие, высокие, в них можно аккуратно поставить. Они на колесиках. Если это какой-то глубокий ящик внизу, то вы достали, удобно поставили. Если это какая-то полка или узкое пространство за стиральной машиной, также это и легкость в уборке, вы только контейнер подняли, протерли. И также удобный доступ ко всему этому. Хранить лучше средства в герметичных ящиках или это не обязательно? Потому что многие говорят, вот порошок пахнет, значит, выделяют вредные вещества. Полностью герметичного ящика для всей бытовой химии, наверное, реализовать в среднестатистической квартире будет сложно. Поэтому мы исходим из того, например, если это какая-то бытовая химия, там, пшикающая, ну, реально, которые сильно пахнут или опасны при работе, то мы их всегда закрываем и, да, убираем куда-нибудь далеко. То есть не надо это ставить на уровень лица, например, там, где вы чистите зубы или еще что-то. Лучше куда-то в угол. Если речь идет, например, про тот же порошок, то порошки, гели для стирки, гели для мытья посуды, вот это то, что не так особо выделяет что-то вредное вещество воздуха, их я рекомендую деконтировать. То есть переливать в контейнеры, потому что это занимает меньше места, это выглядит эстетичнее, особенно если средство для посуды стоит или яркая упаковка оранжевая, или же все-таки это какая-то некоторая стеклянная баночка, красивая, аккуратненькая. И если говорить про порошок, то он просто не рассыпается. Я думаю, у всех бывали эти рассыпи порошка на полу, потому что... Килограмм. Да, когда он там просыпался, посыпался. Вот эти средства прям очень рекомендую деконтировать. И что еще бы я порекомендовала? Обратить внимание в сторону универсальных средств. То есть есть средства, например, некоторые... Есть маркетинговая такая уловка, и это она маркетинговая 100%, когда гели для одежды разных цветов. Гели для черного, гели для белого, гели для цветного. И, например, еще в семье ребенок существует. Вот в таких случаях я рекомендую брать большую бадью геля для детей, в которых точно не будет никаких добавок, которые повредят черную цветную одежду. Она будет безопасна и для ребенка, и для родителей. Но вместо пяти этих упаковок для геля у вас будет одна, которая универсально отстирает всю одежду. Ну, для особых загрязнений может просто немножко дополнительно замылить. Так же и кухня. Так же и кухня. Например, пол или раковину в ванной или в кухне. Сантехника. Да, то есть вы сокращаете количество средств, у вас их меньше, вам их аккуратнее хранить, и удобно. И еще важный момент по хранению. Помним принцип хранения по организации процесса. Храним, где используем. И вот здесь смотрим. Если место позволяет, то лучше хранить бытовую химию там, где вы ее используете. Для сантехники в одном месте, для кухни в другом месте. В кухне, собственно. Если же место не позволяет, то тогда, конечно, лучше всю бытовую химию собрать в одном месте, чтобы там один где-то не болтался какой-то спрей. Но на самом деле сейчас же есть и большой тренд на всякие экосредства, которые стоят зачастую в 3, в 4, в 5 раз дороже, чем какое-нибудь универсальное обычное. И люди делятся на два типа. А кто-то любит поядреннее химию, чтобы прямо хлоркой пахло, а кто-то наоборот покупает что-то такое экологичное. Вы вот как к этому относитесь? Стоит обратить внимание или действительно купить универсальное мыло для всего? Ну, смотрите, стоит обратить внимание однозначно, потому что оно все-таки у нас накапливается в том или ином виде. Но здесь, опять же, часто это маркетинговая уловка. Когда крупными буквами написано на банке ЭКО, это вовсе не значит, что средство действительно ЭКО. Если важно для человека, чтобы средство было ЭКО, то, конечно, проверяйте, чтобы там была маркировка специальных... Я думаю, все могут посмотреть, как она выглядит. Да, как она выглядит, проверить там зайчики и все это, и выбрать. Но знаете, что я сейчас полюбила в последние годы? Знаете, такой цикл завершения. Сначала ты от этого отмахиваешься, типа, мама, что это за бабушкино средство, а сейчас ты этим пользуешься. И вот на эти ЭКО средства я рекомендую обратить внимание всем и иметь всем. Я вот просто покупаю это в скидочном магазине большими партиями. Уксус, сода и хозяйственное мыло. Это просто мега топ. Они классные, они удобные. При помощи уксуса там разводим один к одному. И это как раз получается универсальный спрей, который можно использовать для кухни, для чистки жирных поверхностей. Это можно использовать на кранах, потому что уксусная кислота тоже убирает все эти потеки водные. То есть уже две зоны закрыты. Супер недорого, супер экологично, потому что испарение уксуса, они в том количестве, в котором у вас получится, совершенно не вредны даже ребенку. То есть вы можете делать уборку во время, когда здесь недалеко ребенок. А второе средство – это сода. Она поглощает запахи. То есть ее можно вместо освежителей ставить в холодильник, в какую-то зону, где у вас, возможно, овощи, фрукты и неприятный запах. Там, где мусорное ведро стоит. То есть прямо в мисочке насыпаете соду, ставите – прекрасно работает. Ну и плюс все знают, я думаю, как содой можно вместо порошка оттирать кружки. Ну вот как порошок чистящий, она прекрасно работает. И последнее – там хозяйственное мыло. Скажу честно, я хозяйственное мыло обычное, которым терпеть не могу, оно ужасно пахнет. Но сейчас есть кокосовое хозяйственное мыло. Обладает абсолютно теми же свойствами, что и обычное. То есть обеззараживающее, очищает, прекрасно стирает. Ну, то есть со всех сторон прекрасное средство, но не пахнет так противно, как обычное хозяйство. На любом маркетплейсе загугливаете кокосовое хозяйственное мыло, выбираете, и это просто пресня. Ой, Варвара, спасибо большое за эти уникальные секретные советы. Как понять, что ты по-настоящему взрослый? Это то, когда ты получаешь удовольствие от чистящих средств и от разговоров о них. Да, не забывайте перчатки еще, кстати, и тряпочки покупать, правильно хранить, правильно их стирать и так далее. Варвара, спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в гости. А в организации хранения бытовой химии в вашем пространстве мы говорили с организатором пространства Варварой Козловой. Хорошего дня. И вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!